МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 23 февраля 1917 года в Петрограде начались антивоенные митинги. Они были вызваны перебоями с доставкой продовольствия. Беспорядки переросли во всеобщую завастовку, столкновения с полицией и войсками. 27 февраля начался массовый переход войск на стороны восставших, которые заняли важнейшие пункты города – правительственные здания. Группа членов Государственной Думы сформировала Временный комитет для попытки взять в свои руки власть после фактического распада императорского правительства. Одновременно представители крайних революционных партий создали Совет рабочих и солдатских депутатов. А 2 марта Николай II отрёкся от престола. Февральская революция 1917 года. У нас в гостях доктор исторических наук Андрей Курёнышев. Андрей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Курёнышев Андрей Александрович. Окончил Московский государственный педагогический институт, исторический факультет, доктор исторических наук, профессор Академии гражданской защиты МЧС России, автор трудов – крестьянские организации русского зарубежья, крестьянские военно-политические организации России, повстанчество, Всероссийский крестьянский союз, мифы и реальность, а также около ста научных работ по социально-экономической и политической истории Российской империи и Советского Союза. Когда вот только что мы заявили тему нашего сегодняшнего разговора, наверное, первая мысль, которая приходит в голову, тема настолько серьезная. Она, ну, как когда-то говорили, всемирно-историческая. Это не локальная русская тема. И то, что мы называем февральский переворот, а точнее февральская революция, как, мне кажется, важнее сегодня, спустя сто лет после этих событий, обсуждать, в первую очередь, февраль, чем октябрь. И, наверное, вот главные вопросы или первой части нашей беседы – это, ну, если проще сказать, был ли это заговор, и он, я считаю, что был, но это мое личное мнение. Но, тем не менее, были и определенные предпосылки. Их было очень много, и они сошлись в одной точке. Ну, я склонен, конечно, согласиться с вашей точкой зрения, что заговор был. И цель его была в том, чтобы усилить российскую власть, на мой взгляд, вот ту, какая тогда сложилась. Другой вопрос – было ли это возможно. Это декларировалось, скорее говоря. Да, усилить в том плане, что, конечно, Николай II не устраивал практически никого, включая и союзников, видимо, потому что представители так называемых оппозиционных думских группировок специально побывали летом 1916 года у союзников, и, видимо, получили там определенную санкцию на все последующие действия, которые начались, как известно, 1 ноября речью Милюкова, который бросил вызов, в общем, это, так образно говоря, перчатку существующей власти, то есть речь о глупости или предательстве, где он излагал во многом надуманное обвинение. Но, тем не менее, в данном случае такая вот театрализация и такое усиление позиции, оно было необходимо для всего последующего. Вот остальное уже, как бы, было, так сказать, разворачивалось в разных сферах, в том числе и в армии, я думаю, были определенные круги. Во всяком случае, воспоминания Александра Ивановича Гучкова об этом свидетельствовали. Ну да, многие же уехали потом в эмиграцию, и скрипя сердцем, но они признавали ошибки, и вот из этой такой мозаики все-таки целостная картина сегодня уже может быть выстроена. А вот такой вопрос, почему февраль всегда был в тени? Ну, октября. Есть вроде бы понятная причина, что Великая Октябрьская социалистическая революция, она и должна быть главным событием всемирно-исторического значения, как мы писали в сочинениях, и за это получали хорошие отметки в школе. Но, тем не менее. Ну, я с точки зрения историографии и идеологии, я считаю, это большой ошибкой вообще-то, потому что надо было изучать именно вот все в совокупности. И если у нас практически одна такая крупная работа была, буржуаловая, да, посвященная вот Второй русской революции, об этом писал потом, но это позднее намного старцев, некоторые другие, то вот неизученность массы вот этих вопросов, она вот влияла и влияет по сей день. И даже на историю октября, на мой взгляд, по крайней мере. А уж что касается современных политических процессов, тут несомненно. Потому что вот то, как все происходило тогда, вот в феврале-марте, это очень поучительно. Вот я спросил, был ли заговор. Да, он был. Но это был заговор верхов, куда входил, кстати, высший генералитет русской армии. За исключением буквально вот точечно, отдельных генералов. Потом, по-моему, Юденич туда вот не входил. А вот Алексеев, конечно... Алексеев, по крайней мере, он был осведомлен достаточно хорошо. А если учесть тот пост, который он занимал, то есть фактически возглавлял Ставку и влиял, он непосредственно общался с Николаем, имел контакты со всеми фронтами, мог с ними, так сказать, и переговоры вести, выяснять их точку зрения. И одновременно он с Гучковым, человеком, который, в общем-то, в Думах был таким неформальным военным лидером, наверное, так его можно назвать. То есть он этими вопросами занимался. Вот. И каким-то образом тоже концентрировал. Вот. За город. Гучков Александр Иванович. Политический, государственный и общественный деятель. Был одним из создателей и лидером партии «Октябристов». Депутат. С 1910 года председатель Третьей Государственной Думы. В 1915-17 годах являлся председателем Центрального военно-промышленного комитета. Гучков принял манифест об отречении Николая II от престола. Во временном правительстве первого состава занимал пост военного и морского министра. В августе 1917 года был одним из организаторов контрреволюционного заговора «Корниловщина». Во время гражданской войны делал неудачные попытки найти средства и пополнение для белых армий. Покинул Россию. Жил в Европе. В эмиграции оказывал помощь русским беженцам. Остались ли архивы военной разведки российской того времени, которая, в принципе, знала все? Министерства внутренних дел осведомлены были о попытках создать заговорческую систему? Я вам сейчас свою точку зрения, может быть, не вполне еще обоснованно, документально, но над этим надо поработать. Заговор туда проник. Вот моя точка зрения, понимаете? То есть и в те структуры, которые, в принципе, должны были знать, отслеживать и предотвращать. То есть настолько все было против существующего строя, монарха, конкретно Николая II, что предотвратить практически было невозможно. Ну, в 13-м году практически ликвидировали агентуру в войсках. То есть знать-то знали, но уже не так, как это все было до того, при таких корифеях политического сыска, как Герасимов и другие. То есть Джунковский он как бы это ликвидировал, потому что тоже, опять же, это все прогнило, нарыв страшный, АЗФ и так далее. То есть трудно было отличить, где полицейские агенты, а где революционер. Причем случаев таких, проме АЗФ и Малиновского, было, я думаю, не так мало. И в армии это было уже совсем, так сказать, неприглядно. Вот. И, собственно говоря, даже то, что имели, есть такая версия, что практически о заговоре все было известно. Вот. Но не было политической воли, не было сил, чтобы это все ликвидировать, то есть арестовать, просто, может быть, даже под домашний арест взять этих вот людей. Изолировать. Изолировать, да, на какое-то время и все как бы само собой могло и пройти. Ну, налицо бездействие, это доказано уже, что... Паралич, паралич. Паралич, да. Хотя та же императрица, она оказывала давление на Николая и требовала решительных действий, потому что на нее выходили, скажем так, патриотически настроенные офицеры, не высшего звена, это уровень полковника, и требовали решительных действий. Были проекты реформ, в том числе военные и в специальных службах. Не было ничего сделано. Вот эта пассивность, она потом сыграла не то, что там злую шутку, это трагические события, кровавые потом начались, и потом вся царская семья поплатилась за это. Вот это ужасное, ужасным своим, ну, да, уничтожением. Ну, я думаю, что кризис системы, то он еще проявился в том, что подбор кадров был таковым, что отбирались, выходили наверх, становились начальниками, люди не деловые, а услужливые. То есть те, которые могли вот угадать настроение той же императрицы, Распутина, который в какой-то степени транслировал ее точку зрения, самого Николая, ну, опять же, вот к Гучкову, возвращаясь, он еще при жизни Столыпина отмечал, что Николай, конечно, хороший человек, но страшно подвержен влияниям. Вот он может сегодня сказать одно, а завтра ему нашепчут в ухо, и он от этого может отказаться. Вот понимаете, вот это, конечно, его качества как руководителя были совершенно недопустимы вот в тех обстоятельствах, которые Россия в этот момент существовала. То есть война, угроза вот революции, переворота. Вот здесь надо было быть решительным, но опять же, наверное, Николаю кто-то говорил, что да ничего, все нормально, все под контролем и так далее. Мы знаем, что в прессе в тогдашнего времени особенно разгульно вели себя журналисты по отношению к критике царской семьи, публиковались там всевозможные скабрезные карикатуры, то есть дискредитация высшей власти была поставлена на поток. Но были еще и приводные ремни, это деньги. Поэтому кроме, возможно, каких-то идейных соображений высшего военного руководства, которые хотели как лучше, но были еще и те, кто финансировал это все. И, например, такие, пользуясь я определенным романтическим ореолом, промышленные круги, как русские старообрядцы, не обсуждая религиозную составляющую, там был определенный клан, они финансировали. Банкиры отечественные и часть банков, которые уже практически международное значение имели, давали средства, были вовлечены, ну, огромные пласты чиновничества в такой саботаж. Ведь формально началось все с хлебного бунта, а он был спровоцирован. И даже когда Николаю было предложено выдвинуть войска, но для этого нужно изменить график движения военных эшелонов по снабжению армии подготовки к контрнаступлению, вернее, к наступлению, я вот, обычно мы всегда сначала отступаем, потом контрнаступаем, он отказался это сделать, не поверив, что в Петербурге может что-то произойти. Да, но он же покидал столицу, когда было все, в общем-то, спокойно, и буквально на следующий день начинается, вот после его отъезда, все вот эти события, которые, конечно, были подготовлены, и понятное дело, что продовольствие и в стране, и в Петербурге было. Но это вот, как бы, так сказать, один из таких моментов, провоцирующих, да, каким-то образом, ну, а как это, в общем, где-то придержать, где-то создать настроение определенное, то есть подослать людей, которые будут сеять панику, хлеба нет, мы все умрем с голода, и так далее. Есть факты оплаченных демонстрантов. Да, демонстранты, конечно. То есть по политтехнологии, политтехнологии, да. Сейчас мы их так называем, но раньше это были просто вот, ловкие манипуляторы, которые делали свое дело. Как раз вот эти моменты-то и не освещаются, как правило. Конечно. Что много провокаций, много вот таких вот саботажей чиновников и тех людей, которые должны были, в общем-то, предпринимать какие-то меры, а они этого не делали по разным, конечно, причинам. Я очень хотел бы, чтобы у нас, ну, не то чтобы там красной нитью, но определенным ракурсом всегда в нашем разговоре был следующий тезис, что есть вопрос, борьба за власть. Конечно. Сведение счетов там, в частности, с императором. Борьба за рынки, сбыта, понятно. За свой статус, кого-то обидели. Но это все мелочь по сравнению с национальными интересами. И вот как раз те мероприятия, о которых мы говорим, это подкуп участников каких-то протестных действий, финансирование газет соответствующего направления, фактически они носили не государственный, а антинациональный характер. И вот от дискуссии на эту тему в основном и уклонялись. Сначала по политическим мотивам, потом это уже после 1991 года было, сначала не было фактов, а вот сейчас, когда уже прошло достаточно много времени, открыты архивы. Правда, сейчас их опять немножко попридержали, но тем не менее, возможность работы с документами есть. Есть возможность работы с иностранными архивами. Огромные массивы документов русского зарубежья доступны. И вот сейчас пришло время осмысления. И получается, что февральский заговор, это был не против Николая, или якобы он был против, а на самом деле получается, что это был антинациональный переворот, который впоследствии привел к трагедии гражданской войны и революции с огромными издержками. Ну, я думаю, что, наверное, те, кто это все затевал, с вами бы не согласились все-таки. Мне кажется, что многие действовали именно исходя из понимания национальных. Каждый своего, да. Ну, не только своего, именно общенациональных, и считали, что Николай – это помеха. Понимаете? Ведь план-то был какой первоначально? Возвести на престол Алексея, как бы очистить династию от скверны. Вот царь – мальчик, не запятнанный, ни в чем не замешанный. То есть это как бы новое начало этой же продолжения, но новая как бы реинкарнация династии при регенте Михаиле. Вот, собственно говоря, план-то был такой, видимо. Но другое дело, что нашлись люди, которые не хотели ни Михаила, ни монархии вообще, а хотели сами, так сказать, править. Ну, те же думские лидеры, там, Родзянка и прочее. Да, они в мемуарах признавали, что мы думали о благе России. Мы хотели как лучше. Но, кстати, одним из упреков Николая всегда считался, ну, ведь, простите, он же был человек 19 века. А, простите, Агучков, Родзянка, они какого века были люди? Они тоже все оттуда. И этот такой романтизм и такое рыцарское фехтование, к сожалению, уже не работало. Была жесткая борьба, к ней, кстати, большевистская партия, как оказалось, выросшая чуть ли не из бандитов и экспроприаторов, экс-знаменитые. Она была готова. Закаленная в пятом годе, потом в подпольной работе уже в десятых годах. Они оказались и абсолютно беспринципны, и циничны. Масса людей с амбициями, ну, невозможность реализации социальных лифтов, это и так называемая интеллигенция, да, которая вроде бы обладала знаниями, а ни денег, ни эксцесс существованию не было. Они были крайне недовольны. Это была база революции. Не говоря уже о национальных, там, определенных общинах, да, крупных российских. То есть большевики это было, по сути, многонациональное такое объединение. Большевики – представители политического течения фракции в российской социал-демократической рабочей партии РСДРП. С апреля 1917 года это самостоятельная политическая партия, возглавляемая Владимиром Лениным. Понятие «большевики» возникло на втором съезде РСДРП в 1903 году, после того, как на выборах в руководящие органы партии сторонники Ленина получили большинство голосов. Отсюда – большевики. Их противники – меньшинство. Меньшевики. В октябре 1917 года руководство российской социал-демократической рабочей партии большевиков под лозунгом «Вся власть советом» осуществило захват власти в стране. В 1917-1952 годах слово «большевики» сохранялось в официальном названии партии, которое неоднократно переименовывалось. 19-й съезд партии, проходивший в 1952 году, постановил называть ее Коммунистической партией Советского Союза. Получается, что вот эта гремучая смесь, она империю взорвала. Но власть имущие не были готовы. Это что, был наив вот этого 19 века? Почему не было такого прагматизма? Ну, понимаете, я не думаю, что это был наив. Я думаю, что это вот как раз определенное проявление разложения все-таки вот этого строя, который, наверное, надо было реформировать несколько раньше. Как это? Другой вопрос. В том плане, что, например, революционный карьеризм был свойственен многим высшим военным руководителям. Понимаете? То есть, они как бы думали после февраля, а с кем им быть? В путь даже до поддержки Советов, скажем. Если это сулило более... Ну, некоторые думали о военной диктатуре, кстати. Ну, военная диктатура, конечно, да, тоже эта мысль... Ну, военная диктатура, она, видите, она как бы планировалась в том случае, если бы не удалось, как им казалось, я имею в виду людей, которые совершали переворот, не удалось бы опереться на какую-то демократическую, ну, хотя бы по внешней форме силу, на Думу, на те же Советы. Это им удалось. Ну, военная диктатура в тот момент отпала. Вот. Хотя, в принципе, если бы они были... Ну, к этому не были готовы тогдашние генералы, к сожалению. А Лавр Георгиевич Корнилов? Нет, он тогда тоже был, в общем-то, не сторонником таких жестких мер. Вот, к сожалению, наши генералы, они политические, весьма-весьма такие, не слишком подкованные, грамотные, понимаете? Они не все понимают так, как политики. Реально. Фактически их разыграли в темную. Ну, кто-то, я говорю, кто-то рассчитывал, что он сейчас продвинется по службе мгновенно, да? Да. Вот были и такие, которые вместо того, чтобы созидать, преодолевать разруху, наоборот, на ней играли. Понимаете? Это не только большевики. Да, вы правильно совершенно сказали, что большевики в этом хаосе разобрались быстрее всех. Вот. Даже вот, когда у меня бывает иногда разговор со сторонниками СССР, я говорю, ну, как же так? У вас миллионная партия. Почему вот вы не могли с большевиками демократическим путем разобраться? Ну, не смогли. Вот. Потому что несколько по-другому себе все представляли тоже. Вот. Это же тоже одна из сторон после февральского процесса политического. То есть борьба вот в левом лагере. Не только, так сказать, уже с теми, кто остался от царского времени, с той же думы, «Розянка» там и прочими, так сказать. Ну, и уже вот определенные разборки в левой, в советской, так будем называть, среде. То есть, вот это, понимаете, на мой взгляд, это вот и есть проявление того общего кризиса, который все-таки, наверное, в России существовал. И военный в том числе. Ну, я не знаю, современные вот исследования показывают, что, в принципе, военная промышленность не была готова к этой войне изначально. Конечно, разумеется, снарядный голод в начале войны. Ну, он... 14-15-го года. Он же, видите, не был преодолен. То есть, были определенные махинации совершены, как вот показывают современные исследования. Вот Поликарпов Владимир Владимирович недавно выпустил книгу «Военно-промышленная политика», где четко показано, что у нас просто не хватало сырьевых материалов, меди и прочего. И взять было негде. То есть, мы покупали, нам поставляли союзники. Очень, кстати, ответственно поставляли. Но просто и они были не в состоянии. Вот те нужды... Армия-то огромная, снарядов надо много. А у нас... А преодолели тем, что сократили число выстрелов. И тогда стало вроде как хватать. То есть, опять вот этой русской... Вот этой вот очковтирательством. Так что, конечно, это было изначально, многим ясно. Думали, что война продлится недолго. Хватит. Союзники одолеют, помогут. Но оказалось, что, в общем-то, на Россию основная, как бы, легла нагрузка. И вот... Конечно, точка невозврата. Многие считают, вообще, вступление России в войну. Конечно, безусловно. То есть, при том состоянии армии и флота, реконструкция же шла. Причем реконструкция шла, опять же, вот я ссылаюсь на Гучкова, не самым лучшим образом. То есть, вот он, например, указывает на тот фактор, который все практически забывают. Причем и во Второй мировой войне. Человеческий фактор. То есть, у нас резко снизилось качество офицеров. Это еще до вот тех потерь, которые были в начале войны. То есть, оно уже было не самым высоким. Гвардейский офицер. А потом, когда, да, они были выбиты, то пришлось вообще прибегать. И есть же версия, что те меры, которые, вот как бы, они приветствовались, общественность демократическая их поддерживала. То есть, не призыв студентов, более-менее грамотных людей в офицеры. Оно тоже сыграло свою роль. Потом опомнились, стали призывать всех, кого только не попадя. И демократический элемент, такой анти, можно сказать, государственный, еще более там стал превалировать. Более еще добровольцы, кто погиб. Ну, это вот самая лучшая часть молодежи. Она-то и была опорой. Патриотически на острове, кстати. Она, может быть, не все до конца так понимала хорошо, больше чувствами жила, но, тем не менее, объективно, действительно, они были именно вот той опорой, на которую можно было опереться. А в армию стали попадать, ну, опять же, элемент от козьбы, от армии тоже нельзя отрицать. То есть все как бы ходили с погонами, но никто не хотел ехать на фронт. Мы когда начинаем разбирать по пластам, пусть даже и тезисно, мы же не претендуем на такую всеобъемлющую картину, армия, большие проблемы, неготовка, неготова военная промышленность, кадровое состояние армии проблемное после начала боевых действий офицерский состав, лучшая его часть, гвардейские соединения были сильно выбиты. Реконструкция флота не была завершена. Те, кто занимался снабжением армии, это известная тезис, что наживались страшно. То есть там прибыли были такие, что народ сходил с ума. Карточная система в России введена, не была в Германии. То есть народ шоковал, будь здоров, это вызывало раздражение. Цензура не была введена. То есть пресса безумствовала. Единственное, что был сухой закон введен. Но это отдельная тема. Много недовольных или уже настолько накушавшись на военных заказах не хотели упустить свою власть. Они прямо об этом говорили. И много есть воспоминаний, что получив такую финансовую мощь, они возомнили себя вершителями судеб. И в том числе из-за своих вот амбиций, что они могут все, в том числе изменить систему власти в России. Может быть для них-то закончить войны любым способом было бы самым выгодным. То есть уже барыши в карманах, и дальше только угроза потери, понимаете, их. Закончили, к власти пришли, и все. Борьба за заказы. То есть временное правительство, которое было создано, оно потом распределяло бы заказы тем, кто им помогал. А там, собственно, условия бы это ставило. Еще два таких сословия мы затронули, хотя бы вкратце. Это и крестьянство. А у нас была крестьянская страна. И армия крестьянская была. И армия потом уже стала крестьянской. То есть вот тот самый образованный слой не попал больше в армию. И духовенство. То есть роль церкви в событиях 1917 года, она тоже малоизвестна. Особенно светская литература об этом мало пишет. Церковные историки, конечно, констатируют полный паралич церковного управления, так как главой церкви фактически являлся сенат. Ну и царь так косвен. Николай, да, Николай вообще хотел себя, чуть ли не главой церкви по англиканскому принципу провозгласить. Конечно, такие правительские и прозорливые духовные лидеры, это тоже Иоанн Канштадтский, они говорили, что можно, что нельзя, но их не слушали. Синодальный период сделал свое дело. И в церкви было достаточно людей, которые так или иначе благословляли своих духовных на вот это противостояние, понимая, что тоже хотели как лучше. Ведь поместный собор русской церкви 1917-1918 годов, на котором было восстановлено патриаршество, но оно уже как раз было восстановлено после февраля. Церковь стала жить самостоятельно жизнью. Во время октябрьской Москвы событий этот собор проходил, тоже в таких экстремальных условиях. Но, тем не менее, патриарх был избран. Это было большое, огромное событие, но с исторической точки зрения это было... Хорошо, что это было, но это было поздно. Теперь вот я хотел перейти к международному фактору. Вот мы основной, может быть, темой сегодняшнего разговора и всего пласта тем, связанных с февралем, обязательно хотел взять внешний фактор. Мы знаем, что в заговоре очень активно участвовал, например, посол Бьюкинен. То есть английский след был, хотя дискредитация царской фамилии шла именно потому, что вот она немка у нас, императрица. Хотя это, в общем-то, ложный тезис. Они были ближе к англичанам. Она была в лучке Виктории. И потом забывают, что, в общем-то, Германия, хотя и объединилась, но какие-то вот эти местные интересы, интересы гессенских, они были очень даже отличны от прусских. И там не было особой такой любви к прусачеству, к Вильгельму, к династии и так далее. То есть этот вот немецкий момент, он, конечно, был слишком преимущественным. Он надуманный был. Надуманный был. Это всего лишь предлог для обывателя, который сработал, к сожалению. Сработал, конечно. Но тем не менее, в заговоре участвовал Бьюкинен. И даже, вот, ну, как-то тоже об этом умалчивали, но вот когда были материалы, связанные со столетием убийства Распутина, ну, и последний контрольный выстрел был сделан из английского револьвера, принадлежавшего, тогда, по-моему, он какой-то в посольстве занимал должность. Ну, видимо, какой-то агент. Да, он был, да, нет, он был официальный сотрудник. Да, и потом выяснилось, что, да, это был британский разведчик, да, который, вот, выполнил свою миссию. И, кстати, Распутин при всем сложном отношении к этому человеку, тоже оболган ему очень сильно, это еще историкам предстоит разобраться до конца, слишком сильные стереотипы, и людей не укладывается в сознание, что могло бы быть, ну, я догадываюсь, что, но мы сейчас не будем рассказывать, что было на самом деле. Распутин был оболган, его нужно было устранить, как элемент вот этого сдерживания. И это заговорщиками было сделано. Те же люди потом и устранили царя. Распутин Григорий Ефимович, крестьянин Тобольской губернии, получил известность целителя и старца. Был принят в придворных кругах. Оказывая помощь больному гемофилеи наследнику престола Алексею, Распутин приобрел неограниченное доверие императрицы Александры Федоровны, а также и самого императора Николая II. В общественных кругах было распространено мнение о решающей и отрицательной роли Распутина в проведении правительственной политики. Убит в декабре 1916 года в результате заговора с участием великого князя Дмитрия Романова, князя Феликса Юсупова и члена Государственной думы Владимира Пуришкевича. По некоторым сведениям, к убийству были причастны английские спецслужбы. Тем не менее, вот этот внешний фактор был. И он был не немецкий, он был именно английский. Менеччане понимали, что война все равно будет немцами проиграна. Их события на Восточном фронте не интересовали. И какой ценой будет оплачено устранение России как очень большого конкурента. А если почитать даже работы прогностические о России 13-14 годов до начала войны, они рисовали настолько страшную для наших партнеров картину усиления Российской империи, что, видимо, они не остановились ни перед чем. Что, собственно, мы и видим. И вот эти данные, которые публикуются сегодня, они заставляют просто аккуратно задуматься о тех механизмах, которые двигают историю. Как сто лет назад, так и несколько позже. Хотелось бы заметить, что, конечно, метод экстраполяции, то есть тех темпов, которые были в России развития на последующие периоды, он, конечно, несколько некорректен. Темпы, конечно, были грандиозные. И то, что в свое время приводилось донесение Аухагена, агентов, которые здесь находились, и других, якобы занимавшимися, кстати, Столыпинской реформой, Кафода, они, в общем-то, наверное, о каком-то грандиозном темпе развития, они, наверное, были преувеличены для того, чтобы, опять же, для немецкого руководства, чтобы начать войну. Ну, собственно, Германия была готова к этому. Более чем все остальные к 2014 году. И лишний такой немножечко испуг, что вот если мы сейчас не нанесем поражение, то спустя 20-30 лет страшнее и мощнее России не будет. Ну, надо просто думать, что развитие как-то не так вот идет одномерно. А там все-таки какие-то новые факторы появляются. Вот Китай неожиданно появился, да, как такой геополитический, я имею в виду, современность. И это многое изменило в соотношении сил, да, и повлияло и на нас, и на Соединенные Штаты Америки. Так и тогда, наверное, что-то бы изменилось. Хотя, конечно, отрицать того, что... Ну, Столыпин же говорил 20 лет спокойной жизни, и вы не узнаете Россию. Ну, ведь Столыпины убрали тоже ведь, извините, не террористы, то есть руками террористов, но там явно придворные круги были в этом заинтересованы. Это уже сейчас я этим занимался. Ну, вот совершенно очевидно, что это было так. То есть они убрали как бы человека, который мог бы действительно руководить страной какое-то время еще и избежать тех катаклизмов, которые вот обрушились. Тем более, опыт у него был на ведение порядка? У него был опыт. Конечно, он был... Нельзя его считать уж там человеком сверх таким и образованным, и знающим. Знал он некоторые вещи очень хорошо. Сельское хозяйство, какие-то взаимоотношения политических сил. Умел говорить с народом. Между прочим, один из немногих бюрократов не боялся этого. Он был убежденный патриот и анархист. Вот это боялись. Ну, патриотом, да. Ну, монархистом, да, безусловно, он был. И именно поэтому есть же такая версия, которую, по-моему, Гавриил Попов озвучил, а до нее еще, по-моему, Юлиан Семенов. Ну, то есть такие люди. Не исторического, конечно, круга. Но что Столыпин должен был переворот совершить. Вот в какой-то определенный момент. И опять же, вот сделать то, что потом сделано было в 17-м году. И тем самым, вот, развитие был бы... Правый переворот. Да, правый, конечно, переворот. То есть предотвратить вот тот хаос и те вот события. Ну, были у него возможности. И, собственно, я этим тоже немножко занимался, изучением. Но это было предотвращено очень грамотно тоже. Включая вот отстранение некоторых его сотрудников, которые могли ему помогать. Ну, и царю на уши, конечно. И его просто ликвидировали физически, как вы видите, понимаете. Вот. Хотя это было самоубийственное, так сказать, как мы видим. Более, так сказать, таких подходящих кандидатов уже не нашлось. А может быть, конечно, не уже было поздно, вы к этому времени, понимаете. То есть, как бы ситуация вот как-то шла таким закономерным своим ходом и к войне, и ко всему тому, что за ней последовало. Вернемся к наиболее болезненной. Вот. Одно из самых болезненных тем в феврале – это отречение императора. Мы понимаем его судьбу, мы понимаем его роль в нашей истории, место его сегодня и отношение русской православной церкви к тому, что с ним стало. Здесь надо быть очень аккуратным и сдержанным. Хотя много сейчас тоже вульгаризируется, да, и разных спекуляций на эту тему имеет место быть. Но вот, тем не менее, было несколько ошибок, да. То, что он покинул ставку, то, что он не послушался советов, то, что он не ввел войска в Петербург. Но вернемся к самому ключевому моменту – это отречение. Вот в этом вагоне на станции «Дно» документы есть, но их недостаточно. Многие считают, что текст отречения специфицирован. Ну, понимаете, какое дело. Весь последующий ход событий, он показывает, что, в общем-то, тут со стороны Николая было сделано, кстати, я небольшой сторонник, ни его, ни монархии в целом, но должен прямо сказать, что он, в общем-то, пытался сохранить и монархию, и династию, и некоторые вот его решения, о которых мало знать. То есть он назначил фактически Георгия Львова премьер-министром, понимаете, об этом как-то у нас немногие знают. То есть того человека, которого якобы революция вывела, он назначил, хотя мнение такое есть, я говорил недавно с историками, которые этим занимаются, что, в общем-то, его заставили назначить именно Львова. Но если иметь в виду, что там еще и Родзянко претендовал, то вот комбинация, которую, видимо, он хотел осуществить, то есть передача власти Львову, как председателю временного правительства, и отречение в пользу Алексея при регенстве Михаила, оно сохраняло какие-то, в общем, надежды на не свое возвращение. Вот тут ведь ключевой момент какой? Вот хотел ли он вернуться к власти? Или он, как человек государственного мысления, все-таки он сидел довольно долго на троне, он уже приобрел серьезные навыки, вид такой, если даже вначале он был младенцем политическим, раньше положенного срока. К этому времени он все-таки уже приобрел достаточный опыт, и он понимал, что надо чем-то жертвовать, какой-то частью, так сказать, ради сохранения главного, монархии, династии и так далее. Вот такая комбинация им, возможно, продумывалась. Но взаимодействие всех этих сил Думы, Совета, который одновременно, как мы знаем, Комитет Государственной Думы возник 27-го, и одновременно в этом же здании Таврического дворца и Совет. И неизвестно, кто кем руководил, вот по современным таким данным, Дума все-таки была главнее, но в Совете они нуждались, поскольку именно Совет мог повлиять вот на эту массу городскую, рабочих, солдат. Хотя, да, и вот это как раз в связи с этим пришествие Керенского туда, в эти все руководящие органы, это не так вот, как у нас изображалось. Совет не хотел, а Керенский сам решил. Нет, тут немножко все было по-другому. Это с общего согласия Керенский стал и членом Временного правительства, министром, и заместителем председателя исполкома Петроградского совета. Потому что именно Керенский вот мог общаться с солдатской массой, с рабочей массой. Она хорошая оратор. У него были связи определенные, так же, как и у того же Гучкова. Ведь вот обратите внимание, Гучков ведь поехал отречение выбивать, грубо говоря, а не оставался, так сказать, в Петрограде. Вот это тоже странная для меня несколько такая ситуация, потому что он был наиболее влиятельным в военных кругах. И он мог так же сыграть какую-то роль, опять же, перевороте, привлечении солдат, офицеров. А он поехал в Ставку. Вы смотрите, можно ли говорить... Ну, я сейчас хотел два пласта тоже затронуть. Первый нравственный, и второй сакральный. В действиях помазанника. Нравственный выбор он сделал, он понимал, что если... Или его подвели к этой мысли. Тут тоже вопрос. Что если он не отрекается, то страна может свалиться вот в кровавую бойню, смуту. Будет очень плохо. И для устойчивости династии, и для России, для империи в целом, необходимо, чтобы вы ушли. И он поддался. И второе, что ведь он нарушил обеты. Он сам не может себя снять. Нет, он законы нарушил. Он нарушил вот эти самые законы. Да, Сас. Вот этот сакральный вертикаль он нарушил. Потом это кончилось трагически. Видимо, он уже потом понял. Вот здесь личность Николая, его искупительная жертва потом, добровольная, ведь он мог покинуть страну, там были варианты и уехать там тоже самое в Англию. Это потом уже он был блокирован. Но вначале он мог это, и он этого не сделал. Ну вот, возвращаясь к вашей мысли о роли союзников, есть же ведь версия, которую, опять же, кто-то разделяет, кто-то нет, что англичане не хотели принимать семью императора. Да, есть такая версия. И тут, как говорится, ни Совет, ни Временное правительство уже ничего поделать не могли. Ну вот, с другой стороны, конечно, это все, опять же, нужно обследовать более серьезно в английских, может быть, даже архивах. Но то, что такая версия имела место быть в 30-е годы, когда еще многие живы были, каковцов, и тот же Гучков, и Керенский, естественно, на которой проживал очень долго. Вот они эту версию тоже как-то муссировали, что мы бы рады, но насколько они были искренние, вот вопрос. Мы еще один не затронули пласт общества, очень влиятельный. Те же великие князья принимали непосредственное участие в том самом заговоре верхов. Вот эта фраза не просто заговор, а заговор верхов. То есть, был ли он? Да, был. Но он в первую очередь был заговором верхов. Старская фамилия. И вот, и тут мы подходим к, может быть, еще одному такому обобщающему, обобщающему пласту исторических знаний, как элита. элита российской империи предала своего императора. Вот та гремучая смесь или критическая масса заговорщиков в разных слоях, вот от разведки до средств массовой информации, от старообрядцев, которых никуда не пускали, до великих князей. Все было пронизано вот этой ненавистью. Она была спровоцирована, она была как-то их свели вместе, может быть, направляли там злой умысел, политтехнологии. Сейчас это долгий разговор, но я не исключаю, что именно к этому потом и историки придут, может быть, не сразу, но все равно придут. Как бы не стыдно было признаться в этом, но признаться придется. Но то, что заговоры верхов, включая великих князей, это точно. Плюс там интриги вокруг царской фамилии непосредственно, придворных тогда и фрейлины там участвовали. То есть вот этот весь огромный массив данных и документов, который сегодня стал достоянием общества, он свидетельствует о том, что кроме предпосылок и недовольства различных слоев, групп и так далее, был и конкретный механизм. Назовем его заговором верхов. Вот это часть оценки февральской революции нельзя сбрасывать со счетов. И очень важно подчеркнуть еще то, что нам предлагалось рассматривать это в контексте общего курса с истории КПСС, политэкономии, философии, научный коммунизм, то, что преподавалось в вузах, где четко было прописано место февральской эволюции, вот это мягко говоря не совсем так. Конечно, конечно. Ну, здесь вот я бы хотел использовать такой термин, который сейчас некоторыми историками применяется контрэлита. То есть, вот все события, как правило, именно на верхах и происходят. Ну, трудно себе предположить, что где-то на улице бастующие рабочие, даже где-то восставшие моряки могут сделать переворот государственный. То есть, как правило, это все происходит в столице и при участии вот тех же самых верхов, которые... столичная революция в феврале. каким-то образом делятся на группировки, на противоборствующие вот эти силы, возникает какой-то политический, но это вот как технология, в общем, тогдашняя, ее можно, я думаю, использовать и сейчас. Центр был, Дума, военно-промышленный комитет, Земско-городской союз, ведь вот я с собой взял списки тех людей, которые планировались уже с 15-го года на собраниях вот этих вот лиц, ну их можно и к масонам отчасти отнести, там Олег Платонов их масонами увеличает, Федор Гайда, это вот либеральная общественность, ну практически это одни и те же. Организованная либеральная общественность. Да, они вот уже, у них был списочный состав тех министров, которые должны были занять. То есть это вот то, что называется теневой кабинет, он у них существовал. Плюс к этому правильно сказали и монаши фамилии, да, то есть не был реального претендента на замену Николая. Николай Николаевич, даже вот тот человек, который пользовался довольно большим авторитетом в военных кругах, он тоже по своим там каким-то соображениям не соглашался заменить Николая, то есть стать Николаем третьим. Вот это все видимо тоже признак какой-то такой болезни политической, духовной, идейной, которая в общем-то в этот момент Россию поразила. Но это действительно была великая русская революция. Я вот лично склоняюсь к такому термину, к такому определению, которое вот как бы обнимало весь 17-й год. последствиям, конечно. И которое повлияло и на Россию, и на весь мир, безусловно. ну что ж, я благодарю вас, Андрей Александрович, за этот разговор. он может быть продолжен в серии программ, и эти все программы, я уверен, востребованы нашими уважаемыми телезрителями. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok